Центр, опережающий профессиональной подготовки, открылся в Черкесске по поручению Рашида Тимрезова. Каковы возможности и перспективы в будущем? Траурный митинг по жертвам вооруженного нападения в Кастахи-Тагурово, где установлен мемориал почтили память погибших в школе Беслана 20 лет назад. Популярный туристический комплекс «Медовые водопады» – как построить маршрут и не заблудиться среди живописных вершин Карачаева-Черкесии. Победители престижной скачки на Казанском ипподроме, жакеи международного класса, братья Капушеви, показали лучший результат в Татарстане. Здравствуйте на телеканале «Россия-24», «Вести Карачаева-Черкесия», в студии Майя Хамдохова. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с председателем Попечительского совета Фонда содействия развитию карачаево-балкарской молодежи Эльбрусоид Алием Татаркуловым, в ходе которой обсудили различные аспекты работы с молодежью самой активной частью российского общества. Наше подрастающее поколение должно быть самым сильным, прогрессивным и думающим. В День солидарности в борьбе с терроризмом и всегда особенно важна гражданская активность нашей молодежи, ее патриотический дух и настрой противостоять любым проявлениям экстремизма, терроризма и радикальным идеям. Также в ходе встречи обсудили вопросы сохранения национальных культур, традиций и популяризации родных языков народов многонациональной России. Прекрасная возможность получить профессию будущего. В Черкесске на базе многопрофильного технологического колледжа открылся центр, опережающий профессиональные подготовки. Основная задача данного учреждения – координация и использование материально-технических кадровых ресурсов образовательных учреждений регионной для обучения детей и взрослых в соответствии с перспективами развития экономики страны и региона. На открытии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Центр, опережающий профессиональной подготовки, позволит гражданам всех возрастов повысить свою квалификацию и пройти профессиональную подготовку. На открытии учреждения всех собравшихся поздравил заместитель председателя правительства Карачаева Черкесии Джанибек Суюнов. Он подчеркнул, что центр, опережающий профессиональной подготовки, открывается в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по поручению главы республики. С открытием этого центра мы связываем большие надежды по выполнению тех целевых показателей, которые доведены до нашей республики в рамках исполнения вопросов, связанных с подготовкой и переподготовкой кадрового потенциала нашей республики. В связи с этим у нас ряд задач перед всеми нами стоит. Мы надеемся, что с открытием этого центра для наших граждан появится возможность получить профессиональное образование по наиболее востребованным перспективным профессиям и компетенциям, отметила министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко. Опережающая подготовка – это значит подготовка тех специалистов, которые нужны будут экономике региона уже завтра. Именно этот центр будет заниматься подготовкой конкурентноспособных, высококвалифицированных кадров в том числе. Мы должны понимать, какие кадры нужны, где и когда они потребуются. И сегодня создана вся необходимая инфраструктура, чтобы эта подготовка проходила на высоком уровне. После заместитель правительства республики Джанибек Суинов и министр образования и науки Инна Кравченко, перерезав красную ленту, дали старт деятельности центра, опережающей профессиональной подготовки. Все кабинеты оснащены современными компьютерами и необходимым оборудованием для учащихся. Здесь каждый сможет получить тот необходимый багаж знаний для дальнейшего трудоустройства по востребованным профессиям. Будем надеяться, что этот центр принесет много положительных результатов для нашей республики, для нашего населения, для нашей экономики. Будем ориентироваться как на профессиональную ориентацию школьников и для всех категорий граждан будем готовить активную переподготовку, повышение квалификации. Будем адаптировать наши программы под реалии экономики. Собравшиеся подчеркнули, что данное образовательное учреждение станет для всех жителей региона местом вдохновения и новых знаний для профессионального роста. Альхан Лепшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Памятное мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом, прошло в селе Кастахи-Тагурово. Представители власти в республике и муниципальных организаций, педагогические коллективы приняли участие в митинге около памятника жертвах вооруженного нападения на Северо-Осетинскую школу, в сентябре 2004 года. Подробности у Артура Мхце. Спасти не смогли, уберечь не сумели. Простите, что вас не увидят нам вновь за то, что совсем ничего не успели, за то, что не дети хоронят отцов. Со времени трагедии в Беслане прошло 20 лет. Для подавляющего большинства жителей российских регионов та беда в Северо-Осетинской школе стала личной. А боль от потерь не утихает и по сей день. В селе имени Кастахи-Тагурово около памятника жертвам вооруженного нападения в Беслане был организован траурный митинг. Его участникам снова рассказали о тех событиях, об уроках прошлого и необходимости помнить, в связи с чем был инициирован День борьбы с терроризмом. С 3 сентября мы вспоминаем всех, кто больше не придет к нам. Этот день мы вспоминаем не только Беслан, но вспоминаем всех, кто погиб в Деновске, на Дубровке, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Владикавказе, в Нальчике и на Зране, в Волгограде, в Грозном и других местах кровавых террористических атак. Участники митинга почтили память жертв бесланской трагедии «Минуты молчания», а затем возложили цветы и венки к мемориальному сооружению. К слову, при подготовке к мероприятию педагоги рассказывали воспитанникам о событиях 20-летней давности, что отмечали в разговоре и сами школьники. Я изучала, это было довольно сложно, учитывая то, что это утрата очень сильная. Наверняка людям, которые пережили это, сейчас намного труднее, чем я, когда это рассказывала. Когда я рассказывала, я переживала эти моменты, говоря об этой утрате. Оправдания терроризму нет и никогда не будет. И прошедшие в республике памятные мероприятия еще раз показали единение людей на фоне большой беды. Ведь перед лицом любых трудностей и вызовов народы многонациональной России становятся куда более сплоченными. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский район. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочие совещания по вопросу развития туристской рекреационной зоны в селе Красный Курган Малокарачаевского района. В ходе заседания синхронизировали действия правительства Карачаева-Черкесии, администрации Малого Карачая и представителей инвестора по подготовке к реализации инвест-проекта, который оценивается как приоритетный с точки зрения комплексного развития Малокарачаевского района и республики в целом. Здесь предлагают посетителям развитую инфраструктуру, гостиницы, кафе с блюдами, национальной кухней и массу увлекательных развлечений. Один из популярных маршрутов в Карачаево-Черкесии – туристический комплекс «Медовые водопады» в Малокарачаевском районе. О том, как здесь можно провести время, туристу расскажет Алла Качиева. Незабываемый отдых в горах. Здесь можно почувствовать магию ущелья реки Аликоновки и силу медовых водопадов. Горный воздух, прозрачная вода, аромат трав, мощь скалистого хребта манят туристов со всей страны и даже зарубежья. И причем число желающих попасть сюда растет в геометрической прогрессии. Этому способствует помощь и поддержка руководства Карачаева-Черкесии. Да и сам руководитель туристического комплекса «Медовые водопады» Муссаботашев воплощает креативные идеи, чтобы приехавшим отдыхать было комфортно, интересно и полезно. Три года назад до курорта провели современную дорогу. Здесь открыт этнографический музей, сувенирный магазин, работает ферма «Альпак». Процентов на 30-40 туристов стало больше. Во-первых, ну, неоткуда без добра, видимо. После этих санкций все санатории на Кавминводах, они стопроцентно сейчас заполняемые, а санатория порядка 140 и примерно столько же гостиниц. Ну, не считая частного сектора, куда идет размещение. А потом в Карачаево-Черкесии на Кавминводах 1,2 млн проживающих, ну, соседние регионы. Ну, и вот день сейчас проходит порядка двух тысяч человек в день. И все они, как правило, проходят через музей. Он открыт. И думаю, что туризм очень сильно развивается. Здесь можно покататься на лошадях карачаевской породы, насладиться природой сверху и получить дозу адреналина можно на самом длинном зиплане в России. Туристы признаются, что этот удивительный уголок природы Кавказа расположен среди величественных гор и зеленых лесов. Шум воды здесь становится музыкой, а старинные предания оживают перед глазами. Я бабушка вот этих четырех внуков, и это моя дочечка. Приехали мы из Пятигорска. Мы сюда уже не первый раз приезжаем. Бесподобная республика. Такие люди здесь гостеприимные, добрые. Кому не подойдешь, всегда все объяснят, все расскажут. Мы очень любим сюда приезжать. Мы очень часто сюда приезжаем. И каждый раз удивляемся новым постройкам, новым посадкам, чистоте. Ощущать свободу и скорость, исследуя природу и окружающую среду, туристы могут катаясь на квадроциклах. На этом виде транспорта можно попасть в те места, где обычные автомобили не могут проехать. Есть экстрим-парк «Медовые водопады». Это отличное место для проверки своих способностей в экстремальных видах спорта. Пешие прогулки по окрестностям, где можно пройти через леса, каньоны и равнины, также предусмотрены. Игорь Борисенко прилетел из Москвы. Ну, на самом деле, сюда пришли из Кисловодска, пешком по тропе. Место шикарнейшая погода, и люди вообще просто великолепные. И я бы, на самом деле, всем рекомендовал, вот у меня сегодня юбилей, у меня сегодня 55 лет, день рождения, и я бы всем рекомендовал встречать свои юбилеи в горах, с палками, с прекрасным воздухом, прекрасной водой, прекрасными хичинами, ну и как же без Айрана. Вообще всех благ этому месту и тем людям, которые сюда приходят. Спасибо огромное. А в знойную жару, какой было это лето, десятки туристов наслаждаются под самими водопадами. Пробуют блюда на ценами кухни. Употребляют они и духовную пищу, посещая карачаевское подворье. Желаем процветания. Конечно, культура очень интересная. Все это сбыт, вот этот очаг, вот это собрано столько интересных вещей старинных. Это все завораживает на самом деле. И огромная благодарность всем, кто это создал, потому что там вот это подворье, допустим. Сейчас вот я давным-давно была на медовых водопадах, и не было вот такого прекрасного, ну как оборудования, да, не было. А сейчас просто потрясающе. Конечно, процветание. Конечно, всего самого доброго и огромная благодарность вам, всем, кто это организовал, и кто за этим, за всем, как сказать, ухаживает и следит. Многое сделано, но еще и многое предстоит делиться планами муссаботажа. Хочется сделать так, чтобы на медовые водопады хотелось возвращаться вновь и вновь. Алка Чива, Левастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Малокарачаевский район. Карачаева, Черкесия приняла у себя проект «Заповедный Кавказ», реализованный при грантовой поддержке Росмолодежи. Цель – экопросвещение молодежи и популяризация экотуризма. В течение шести дней представители Симферополя, Ялты, Иркутска, Санкт-Петербурга, Москвы и Туапсе изучали уникальную природу Тиберды. Записывали треки эко-маршрутов, трудились над благоустройством заповедной территории, очищая от мусора туристические тропы в Ганасчирском ущелье, к озере Туман-Лы-Кёль, на маршруте к Бадугским озерам, а также в ущелье Аманаус к Суфруджинским водопадам. Молодые ученые, журналисты, фотографы создали большое количество фото и видеоконтента, которые используют различные медиаресурсы для продвижения экотуризма. Известные жакеи международного класса из нашей республики Магомед и Мирзабек Капушевы продолжают радовать своими победами. В этом скаковом сезоне у них уже несколько первых мест. На этот раз Капушевы стали победителями престижной скачки первой группы, которые прошли на Казанском ипподроме. Приз Раиса Республики Татарстан на дистанцию 2400 метров на лошадях чистокровной английской породы от трех лет и старшей Мирзабек на Тедди Хаси, а старший брат Магомед на лошади Джайант Троп заняли первые и вторые места соответственно. Не так давно отмечали Всемирный день фотографии. И сегодня в нашей программе интервью с известным фотографом, чьи работы печатились в самых известных каталогах и фотоальбомах России Арсен Алабердов. О специфике профессии, о том, как он стал амбассадором фирмы и о многом другом фотохудожник рассказал нашему корреспонденту Белле Джозаевой.